Всем здрасте, еб ты бля, с вами обзорщик Number2 на Rossi Drone Drone, и сегодня у нас будет небольшой разборчик черноголовской водицы, еб ты бля, вот она у меня здесь присутствует, здесь в такой замечательной бутылочке, 0,2 литра, даже сказать сразу по честнокумент 2 бутылочки, но об этом будет чуть позднее разговор о дизайне, скажем так. Сейчас для начала проебемся, про пробежимся, еб ты, про основную воду, ну во-первых, что хотелось бы, за что хотелось бы мне похвалить фирму черноголовскую, это за то, что они делают такие вот маленькие бутылочки 0,25, то есть в отличие от того же святого источника, который делают только 0,33, не бать, это уже делают 0,25, то есть это реально чистый источник, блядь, этот черный, голоток из черной головки, буквально пара глотков сделать, если вы захотите, то это очень крутой вариант, я лично часто сам покупаю, когда просто хочу немного так выпить водицы, скажем так, просто нахреначиться не по жести, а так по чуть-чуть, вот. И это очень удобный объем, мне он нравится, и я как-то помню рассказывал уже про минеральную воду, кажется, она была акваника, да, челябинская вода, и уже пару лет как нет на рынке, я хз, что с фирмой, может она где-то в Челябинске еще там есть, по крайней мере в городе Самара уже давно не поставляют, но тем не менее, из черной головки нам вот тут наливают воды, не самый плохой, вот. Стоимость такой маленькой бутылочки 26 рублей, что, скажем так, для объемчиков 0,25 литра цена все-таки кусается, учитывая, что акваника стоила меньше 20 рублей, насколько я помню, рублей 18-17, что-то. Ну да ладно, удобство все равно за небольшие деньги, поэтому до копеек уж доебашиваться-то не буду, все равно водичка-то доступная, скажем так, давайте распакуем ее. Здесь у нас вариант с газиком идет. Газирование у данной воды достаточно сильное. При этом вкус черной головки, он даже через газа пробивается, то есть вода болтает определенным неким характерным сладким привкусом таким. И знаете что, это приятный вкусовой, ебать, вкусовой качеств, вкусовой компонент ебаная его напитка минерального. Ну, здесь в варианте с газом он у нас, скажем так, теряется все-таки немножко за газиком. Вот, поэтому для полноты картины вариант без газа. Заглотнем, ебта. Тут мы уже можем в полной мере прочувствовать этот... Это на самом деле достаточно сложный, необычный вкус для такой дешевой воды, как из черной головки, то есть 0,5 стоит там рублей 30 с небольшим. А это, кстати, разница в два раза объема, а тут цена-то не сильно отличается. Но за удобство платить, я считаю, это не зазорно, поэтому, блядь, не будем тоже опять тут критиковать. Меня все устраивает, скажем так, с ценой 26 рублей за вот эту малышку, за эту крошку. Он напоминает какие-то немножко угольные марганцовые оттенки, когда это хлебаешь. В то же время это достаточно сладкий вкус, поэтому он тебе не ебашит по рецепторам. Это мягкое, обволакивающее впечатление, особенно когда ты пьешь, это когда ты хочешь пить, тебя мучает жажда, и ты еще по литру вкуса просто себе вхерачиваешь, в ротину твою, в ротовую полость. И это просто что-то незабываемое. Из черной головки водичка очень хороша все-таки. И по вкусовым характеристикам из пяти, ну, скажем так, это не нечто восхитительное, но 4 с плюсом твердая просто. Скажем так, вкус он недостаточно все-таки. Изыскан, недостаточно интересен, но, блядь, за такие деньги это просто одна из лучших вод, ребята. Учитывая еще удобство, в какой они клиентуре подходят вот с такой маленькой упаковочкой, это просто личный топ, если идти просто в магазин и смотреть по цене и качеству, где-то вне Самары, ну, блин, это просто лучший варик. В Самаре есть, конечно, местные воды подешевле, если мы не берем 0,25. Но если мы берем вот такой объемчик, ребята, это просто номер один вода. Потому что ничего лучше не придумали пока у нас. Точнее, уже придумали, но как-то раздумали что-то. Ну, ладно. А далее мы немножко пройдемся по минусам, а конкретно... Все, завтра на тему редизайна упаковки. Вот, собственно, с газиком у нас тут отличается... Эта упаковка отличается не тем, что он у нас с газиком, а тем, что это новый дизайн. Он, собственно, одинаковый там и для с газом, и без газа. Это такая зеленая упаковочка. Лес черноголовский. Давайте я вам поближе продемонстрирую эти головки черные, блядские. Итак, вот этот новый дизайн появился, кажется, в начале этого года, может быть, в конце предыдущего. А вот это все, что было до того. И лично мне намного больше импонирует старый дизайн, то есть, птичка. Тут такое приятное, что черная головка. Это мы все знаем, это мы знаем годами. И тут не нагруженный, минималистичный такой вот этикет ебаный. Еще было бы круто, если бы он просто так леился, но это тоже неплохо. Это как бы щебечут лесные птицы, и там из черной головки льется водица, как будто в этом лесу. И ты себя ощущаешь, тебе не нужно просто задумываться. Ты задумываешься, и у тебя птица щебечет. Вот. Далее мы смотрим сюда, и здесь уже логотип. Ну, во-первых, щебечет птенец немножко теряется за этими деревьями. Во-вторых, это, на мой взгляд, какая-то достаточно безвкусная работа дизайнера. Камера не передает этих ощущений, но можно загуглить картинку. То есть, здесь деревья, какие-то градиенты, блядь, выглядят. Ну, вообще, когда сомнительные птица белая наебашина. То есть, стилистика не соответствует вот этого логотипа и задней картинке. Плюс, черноголовочка у нас уже почему-то пишется с маленькой буквы. То есть, какое-то неуважение, что ли, к минеральной воде проступая здесь. Я вот тоже не понял момент. Ну, типа, прикольный момент, что типа в озере с водой черноголовской отражается. Но в остальном, как бы, это просто какая-то говничья. И вот с таким логотипом, мне лично воду не хочется покупать. Он неузнаваем, он теряется просто в списке других. И просто какое-то говно. Хотя, налита здесь вовсе, в общем, совсем-то не говно и не моча. Налита крутая вода. И если бы вот такие вот бутылочки и дальше делались. Но, к сожалению, господа, это вот остаточки старой партии, которая в магазине лента осталась. И теперь все бутылочки у нас вот в таком дизайне будут выполнены с недавнего времени. Но, в целом, вкусовые характеристики воды, как я уже говорил, они не изменились. Как бы, что-то было неплохо и стало нормально. Поэтому, по вкусовым характеристикам я оставлю водички 4 с плюсом. За дизайн я бы вообще пятерочку въебал за старый. Но вот это, ну, двойка. Ладно, есть одно интересное решение. Не полный ноль, но что-то около того. А в целом, я просто за свои деньги рекомендую вам данную воду. Покупайте, хлещите, ебта. И просто кайфуйте. Все, и пейте воды. Все, короче, подписывайтесь на каналчик Дрон Моча. Ставьте жирный палец вверх, пацаны. Телки ебать. И всем до новых встреч. Все, пока. Хей, всем пока. Продолжение следует...